Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен, спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, отдельное спасибо тем, кто финансово помогает моему каналу для дальнейшего развития. Так, девочки, мальчики, спасибо, давайте сегодня посмотрим, что мы будем смотреть, ну давайте посмотрим вашего Дон Переньона, вот, потому что я что-то как-то устала, у меня было очень много чисток и что-то такое прям глобальное смотреть сегодня не хочу. Давайте просто посмотрим, что ваш Дон Переньон сегодня делает, что у вас там в отношениях, вам понравилась колода Тара Казановой, посмотрим на ней, что ваш Дон Переньон о вас сегодня думает или чувствует, да, поэтому давайте посмотрим, что у вас сейчас в отношениях и покопаемся в его головушке. Так, а что у вас сейчас в отношениях? Напоминаю, что позиция одна, расклад общий, если резонирует, значит, смотрим, если не резонирует, ну, к сожалению, не ваш расклад. В нее какая-то женщина написала в прошлый раз, мы нормально расстались, что вы тут прям, это самое, мне пишите, говорите, что там мы расстались плохо, ну, по десятке мечей, я не знаю, как можно расстаться неплохо. Потом она, ну, я и так ей написала, она потом быстренько удалила свой комментарий. Интересная очень мадам. Ну, давайте посмотрим, что у вас сейчас в отношениях. Девочки, ну, десятка мечей, ну, что здесь я могу сказать? Вот вы, если вы мне сейчас скажете, что мы просто расстались, я просто его бросила, здесь непросто, девочки, здесь десятка мечей. Ну, здесь очень болезненная ситуация, вот посмотрите, у вас прям, вот и вороны здесь кружатся, и вороны, и вы вся в крови, бедные, несчастные, да, здесь. Здесь очень болезненно, то есть здесь болезненный кризис, болезненный разрыв. И если это не, да, вы просто ушли, это не ваш расклад. Здесь карта императора, карта императора. Ну, мужчина такой, производит впечатление во властного мужчину, может быть, при власти мужчина, может, такой харизматичный он, может где-то быть жестким, жестоким, да, также император, это может быть ваш муж. Ну, мы сейчас проверим, либо чужой муж, да, часто у меня тоже император, это вот. Ну, здесь, да, знаете, что, я бы сказала, что здесь мужчина хотел сидеть на двух стульях. Угу. Знаете, я бы сказала, очень много внутренних демонов. Вот этот человек, ему надо работать с головой, прорабатывать свои страхи. Я не говорю, что он там дурак или так далее, да, то вы мне сейчас начнёте. Здесь просто у мужчины огромный внутренний дисбаланс. И ему надо, ну, вот если бы, к примеру, я с ним разговаривала, да, я бы могла бы там, ну, если бы я могла, я посоветовала бы ему психологу. Потому что очень-очень много таракашек в голове. Вот. Здесь вечно, да, нет, туда-сюда его волтузит. То люблю, то не люблю. Вот такие вот, да, шаг вперёд, два назад. Здесь вот такая ситуация. Я сейчас не вижу у вас общения. Здесь такая карта выпала, которая говорит, что здесь какой-то период тишины. Либо очень-очень скудное общение здесь. Здесь у вас какой-то вот ещё мужчина нарисовывается, да. Либо у вас уже есть другой мужчина после вот этого болезненного кризиса. К вам пришёл уже новый мужчина, с которым пока вы, ну, я не вижу серьёзных отношений, да. Немножечко вот вы здесь, карта романа, да, девятка кубков. Это приятное времяпрепровождение. Как вы можете приятно препроводить время? Ну, к примеру, общайтесь в интернете, переписывайтесь, встречаетесь, ходите в кафе. Я там не знаю, что ещё может быть. Просто гуляете где-то, да. То есть здесь карта как, ну, какое-то вот такое вот пока лёгкое общение, может быть, ни к чему не обязывающее, роман какой-то начинающийся. Здесь вот такая ситуация. Вот. Либо просто этот мужчина показывает, да, что у вас было с ним вот такое вот приятное время. приятное времяпрепровождение. Вот. Потому что я здесь семью, ну, на данный момент не вижу. Конечно, можно сказать, что этот мужчина любил приятное времяпрепровождение, да, пытался усесть на двух стульях здесь. Вот. И поэтому отношения у вас здесь не получились. Поэтому смотрите, да, здесь карты, ну, вот такую информацию выдали. Поэтому я все слои, которые я увидела, я вам сказала. Ну, да, здесь какая-то сейчас подвешенная ситуация. Смотрите, если двое, это двое мужчин, просто здесь вы пока ещё не ушли от прошлого и не готова к серьёзным отношениям. И если это один мужчина, да, здесь пока просто с ним ситуация подвисла вот после этого болезненного кризиса. И вы пока не знаете. Ну, здесь, ну, такая какая-то ограничение, какие-то страхи, опасения, да, не знаете, какой правильный выбор сделать. И пока всё висит. Пока у нас всё висит, да, тупик. Вот дошли отношения после десятки мечей, да, вот вы разошлись, сейчас период тишины, и вы не знаете, то ли ждать его, то ли не ждать, то ли будут отношения, то ли не будут. Либо, если это два мужчина, да, вот у вас с этим ситуация, ну, вы разошлись с ним, да, очень болезненно, и вы теперь думаете, ну, страшно очень в новый вступать. Вы пока общаетесь, но близко мужчину как бы к себе не подпускаетесь. Потому что здесь ещё, ну, вы взвешиваете, теперь вы более по-другому подходите к отношениям, да, вы взвешиваете себе все за и все против, вам вот с головой теперь вы не пойдёте, да. Даже если это один мужчина, вы на будущее теперь тоже будете его по-другому рассматривать. Нужен он мне, не нужен, какую мне помощь будет оказывать, а что он для меня может сделать, если то же самое, что было дальше, ну, в прошлом, тогда мне этот мужчина не нужен, да. Здесь вы именно вот как на чашу весов теперь будете взвешивать. Такая вы более, знаете, стали, что ли, размеренной, ценить себя больше, да. Вот то, что он делает, то он обратно и получит. То есть вы теперь больше, знаете, как вот раньше, если вы вокруг него с бубном танцевали, то здесь уже как-то я не хочу никаких бубнов, да. Вот если ты вокруг меня будешь скакать, я, может, тоже поскачу. Здесь такая ситуация. Поэтому, смотрите, да, вот все слои, которые я увидела, я сказала. Ну и давайте посмотрим, что этот мужчина, на которого вы смотрите, которого вы загадали, да, к вам чувствует. Что он к вам чувствует, которого вы загадали. Что этот мужчина чувствует, женщина, которая смотрит этот расклад. Здесь, смотрите, у него, не люблю эти карты, у него здесь, если это новый знакомый, вы загадали нового, да, я сейчас скажу про нового и скажу про старого. Если вы загадали нового мужчину, то здесь у него какая-то ситуация была в прошлом, ему разбили сердце, ему сделали больно, здесь были какие-то тайны. Он теперь боится двигаться вперед, он понимает, что надо, надо открыть свое сердце, но мужчине немножечко боязно, да, здесь он как-то, может быть, скупо проявлять эмоции, да, состорожничать, вот так вот он может. Но у него есть желание, да, как прокатиться с вами на гондоле. У него есть желание развивать отношения. Вот, если это, здесь, знаете, просто, если это новый мужчина, там по нему хорошо проехались, вот по нему хорошо в прошлом проехались, какая-то болезненная ситуация, его это подкосило. Там, может быть, я не знаю, что было, да, поэтому он сейчас не спешит, он очень скупо, очень так вот тихонечко, осторожно, он не хочет тайн, он не хочет манипуляций. Он, кстати говоря, может немножко манипулировать здесь, потому что, опять-таки, тут боязнь прошлого, вот как-то вот так вот у него идет. Если это старый, тут все намного проще. Смотрите, здесь такая ситуация, что и да, его к вам тянет, да, чувства есть, но у вас здесь какой-то любовный треугольник был, какие-то тайны, для кого-то проиграется здесь и магическое воздействие тоже. Он мужчина такой, знаете, мстительный, обидчивый. Здесь вы проехались, он считает, что вы поступили неправильно, вы как-то сердце ему изранили, бедняги, он манипулировал, а вы оказались как бы виноваты, да. Здесь он с вами что-то все борется, пытается вам доказать что-то. Вам уже он сто лет в обед не нужен, да, он все что-то там пытается, пыжится, что-то вам хочет сказать. Вот, здесь он, чувства к вам знаете какие, вот я бы сказала, да, вы для него женщина такая вся прям, ну как вам сказать, вы для него вкусная. Это не значит, что он хочет вас съесть, это значит, что вы, ваша энергия ему нравится, ему нравится подпитываться от вас, ему нравится ваша внешность, ему нравится, как вы выглядите, как вы следите за собой, как вы одеваетесь. Такая бы вся сексуальная для него. Вот, да, вы можете сказать мне там, мне там уже 60 лет, и как я одеваюсь, там какой-нибудь там сарафан или халат. Неважно, здесь именно энергия его, очень ему подходит ваша энергия, и он ей питается, и она ему нравится, да. Вы можете быть на внешность, ну совершенно обычная внешность у вас может быть, но вот ты прям со страшной силой его тянешь. И он может сам иногда говорить, что есть вот женщины вот лучше тебя, красивее тебя, да, мог как-то вот делать больно, но все равно возвращается к вам, да, и вы не понимаете иногда ему и говорите, ну если я такая страшная, там некрасивая, чего ж ты ко мне возвращаешься. Здесь именно, да, ему вы внешне, но он может это скрывать, во-первых, а во-вторых, ему нравится ваша энергия, энергетика какая вы. Вот, здесь у него он хочет обновить ваше отношение, хочет. У него сейчас какие-то мысли о дороге есть, да, либо он от вас на расстоянии здесь, вот, и у него сейчас какие-то есть финансовые трудности. Вот смотрите, как он сидит, коллега, да, вот, ну, во-первых, он сам по себе такой человек, да, так скажем, вот, ну и у него сейчас проблемы какие-то по финансам, по работе, может быть. Вот, вот, здесь такая ситуация. Чувства так вам есть, но они такие, знаете, да. Он строит из себя, понимаете, человека такого надменного, высокомерного, может, что я без тебя проживу, мне всё равно, я там такой весь красавчик, ты должна меня добиваться. Здесь вот такая, знаете, у него тут эго очень, очень сильно, как бы, да, у него здесь есть чувства, у него, понимаете, у него, я не договорила, за уже мыслью убежала. Здесь у него эго впереди планеты всей бежит. Здесь у него есть чувства, если видите, здесь очень много карт, когда маски сняты, то есть с вами он был настоящим. Да, где-то он юлил, где-то он делал вам больно, были тайны у него, но здесь очень, здесь очень много, понимаете, он был с вами настоящим, таким, как вот его, может быть, даже никто не знал. Он мог выходить, одевать маску, да, он вам где-то врал, да, он что-то там скрывал. Но вот когда он был с вами, там, к примеру, вы были вдвоём, вот он не притворялся, имеется в виду, что не такие глобальные вещи, там, да, что, ну, к примеру, он скрывал, что есть жена или там ещё что-то. Я имею в виду, что когда вы с ним общались, разговаривали, вот у него не было вот этого надменности какой-то, да, вот он не скрывался. А вот здесь очень-очень много карт, когда он с открытым лицом, да, и вы с открытым лицом, то есть вы, ваши чувства были, во-первых, настоящие, а во-вторых, он не скрывал здесь, не скрывал свою, как бы, сущность, я бы вот так сказала. Здесь-то чувства есть у него, и вот, и Паш Чаш, вот он готов тут со своим губком к вам прискакать, да, такой весь красавчик. Ну, у него сейчас очень много негативных каких-то вот чувств, я бы сказала, да, таких вот они у него, он как обижен, да, здесь человек обижен. Он одинок, он сам по себе одинок, у него в жизни, знаете, вот, он весь, весь, ну, всё, двойка твой. Здесь он, понимаете, без вас, вот он одинок, вот ему плохо, он весь в ограничении, сидит такой вот опять спрятался здесь, сел в своей темнице, сидит, ждёт своей участи, у него день сурка, какие-то серые будни, у него ничего тут не происходит в жизни такого, знаете. Вот он одинок, у него, он может встречаться с друзьями, у него может быть семья, я не знаю там, на кого вы смотрите, да, у него может быть там круг общения, но он сам по себе одинок, арта отшельника, да, вот он одинок как-то без вас. Здесь чувство-то есть, двойка чаш выпала, понимаете, но у него здесь вот он как-то весь в ограничениях, весь в негатив скатился, всё плохо, вот он сидит, вот, знаете, вот эти вот, я бы сказал, я извиняюсь за выражение, ну, соплину кулак наматывает, да, здесь вот как-то, такая вот ситуация, что вот он, знаете, нормальный бы мужчина, я бы вот так сказал, нормальный бы мужчина что-то начал делать, да, не сидеть вот эти соплину кулак наматывать, а что-то вот встал бы вот с этих ограничений бы, да, там, выломал эту клетку и пошёл бы, а вот он сидит, вот он как-то такое ощущение, вот, знаете, он как, он смирился, ничего делать не хочет, вот я смирился, мне плохо, я сижу, ну, нормальный бы мужчина там вот начал бы, да, встал бы, выломал бы, да и побежал бы тут к вам на всех парах, да, с этой дверью. А он не может. Вот он сидит, он сменился как-то. Здесь вот такое, ну, я мне плохо, я страдаю, там, я без неё скучаю, я там люблю, не могу, мне... И всё. И, собственно говоря, на этом как-то всё заканчивается. Ну, да. Ну, это же эгоизм здесь у него. Скорее всего, хочет, чтобы вы его возвращали, чтобы вы там о нём думали, чтобы вы прибежали там. Да, он за вами подсматривает. Он за вами подсматривает. Вон где-нибудь, да, здесь следит из-под шторки за вами. То есть он смотрит, во сколько вы там в Ютубе, говорю, в Ватсап зашли. Здесь такая ситуация. Вот. Когда вы там... Сколько вы просидели, а кто у вас там в друзьях, но это, естественно, он не заблокирован. Если говорить про новые знакомства, здесь он просто к вам присматривается. Ему, говорю, тяжело, какие-то ограничения там были. Человек просто не готов. Ну, опять-таки, ему страшно брать на себя обязанности, обязательства просто после какого-то предательства. Там только мечей, да. Поэтому у него к вам есть чувства, но это начальная стадия и очень много прошлой боли. Вот это ему надо как-то это всё, ну, проживать. Да, вот такая вот. Давайте посмотрим, какие у него планы на вас. Какие у него планы на вас. У этого мужчины, которого вы загадали, какие у него планы на вас. Ну, у него, смотрите, вот видите, карта шрама. У него на душе шрама. Вот, вот, если это новое знакомство, тут шрамы у него от прошлых отношений, да, не заживающие, которые кровоточат там. Если это у вас старое знакомство, то вы его друг другу нанесли эти шрамы. Так, а что он от вас хочет? Что он от вас хочет? Что этот мужчина хочет от этой женщины, которая меня смотрит? Он хочет приехать, он карта поездки. Новое знакомство, естественно, хочется увидеться как-то, узнать друг друга, да. Всё-таки общение через интернет это одно, когда ты видишь другого, когда ты видишь человека вживую, его мимику, его жесты, его там рост, само вот это тактильное общение взять за руку или ещё что-то. Вот он мечтает о поездке. Если у вас не было, ну, если встречи не было, очень хочет, они планируют даже. Если это старый, старый мужчина, ну, не в смысле старое, а в смысле то, что отношения у вас старые, то здесь просто мужчина тоже думает о поездке к вам. То есть какое-то расстояние между вами. У него рутина, ну, вот рутина, то, что я сказала, да, серые будни, у него рутина, от вас-то ничего хочет. Кроме того, что... Ну, он ещё одинок у нас, бедняга, здесь опять вот начинает ныть. Я его спрашиваю, что будет, а он опять здесь у меня ноет. Что ты хочешь от женщины, которая меня смотрит? Что вот ты хочешь от неё? Дом. Он хочет совместный дом с вами, да? Ну, вот хочется ему приехать, к вам домой, совместного дома ему хочется, потому что он одинок, у него рутина, шрамы какие-то там у него с прошлых отношений, либо вы друг другу поставили шрамы. Природность. Ему очень нравится ваша природная красота. Вот как вы выглядите, да? Есть вот женщины, которые накрасятся там, да? Вот они вроде бы красивые, а вот он смотрит на вас, на вашу природную красоту. Вы для него от природы очень красивы, без макияжа, да? К примеру, когда вы с утра встанете, ваши там припухшие губки, ваш опухший носик после слёз. Здесь вот именно, да, очень природная красота, и опять-таки этот природный магнетизм у вас присутствует. Удобство. Удобство. В чём у него там удобство? Ну, я поняла. Ему, знаете, что, вот изначально, что ему? Он заскучал, да? Он заскучал, была скука, и он был там, где ему удобно было, да? И именно из-за этого здесь в карты ГЭК произошёл конфликт. Вот. Здесь сейчас он сидит, карта удобства, ничего, в принципе, в жизни своей менять не хочет, да? Опять-таки, если это новое знакомство, но он пока не готов, если это всё... Здесь больше, как, знаете, весь расклад, как про какое-то вот бывшего, да? Больше идёт, чем о новом. Вот. Здесь конфликт из-за того, что человек ничего не хотел менять в жизни, да, что сидел на попе ровно здесь. Шатка-валка. Хочется ему счастья, любви, но он понимает, что сейчас у вас такие, да, даже не то, что шатки, отношений их, в принципе, вообще нет. И вот он его шатает, туда-сюда тоже не знает, да, что ему делать. Ну, что у него? Влюблённость к вам есть, и карта влюблённости, и карта счастья, что он от вас хочет, совместный дом. Здесь очень... Здесь просто он, знаете, хочет трансформацию, отношения, хочет трансформировать. Опять-таки, да, без вас ему плохо, он одинок, хочется ему с вами счастья, любви. Ну, вот он боится очень, что наведёт какие-нибудь мосты к вам, да, и всё это разрушится, потому что он не понимает. Ну, что карта шаткости об этом говорит, что он не понимает, что делать ему. Вы какое-то состояние эйфории ему даёте, да, вот он с вами общается, прямо в состоянии эйфории, а сам он ведёт себя не очень красиво пока этой карте, да. Он строит иллюзии, он обижается здесь, ну, здесь ведёт он не очень хороший образ жизни по этой карте. Сглаз у него тут в жизни. Морок ещё у него, рассорка. Ой-ой-ой. Ну, вы для него запретный плод, он хочет помириться здесь. Ну, вот, запретный. Ой, карта кладбище, отлично. Вот, поэтому для кого актуальна здесь карта, говорят, что на нём здесь и мороки есть, и рассорки есть, и сглаза на нём есть, да. Вот, и он может вести себя неадекватно, да, вот, в разгул пуститься. Вот, а вы для него запретный плод, запретный плод всегда сладок, вот, и ему хочется карта мира. Ну, здесь я морок, это для тех, кто был в отношениях, это не для новых. Вот, поэтому здесь вот так вот. Ну, хочется ему, да, хочется ему быть с вами, но вот по большинству, у кого проиграется магия, тот он не может быть с вами из-за магии. Поэтому чистите здесь, да, вашего любимого. Так, давайте посмотрим. Как высшие силы видят ваши отношения, не будущее, там, давайте посмотрим, не будущее, не прошлое, какие-нибудь действия, а просто как вот на данный момент высшие силы видят ваши отношения. Может быть, они не видят ваши отношения и говорят, что давайте уходите, и всё, и забудьте про него, да. Давайте посмотрим просто как высшие силы на данный момент видят ваши отношения. Карта силы. Надо, во-первых, вы делаете друг друга сильнее, во-вторых, для того, чтобы быть вместе, надо приложить какие-то усилия, да. Надо здесь работать над отношениями. Работать над отношениями, работать над обидами, работать над какими-то желаниями, отомстить. Здесь, да, такая ситуация. Здесь именно как боязнь прошлого, здесь как фантомная боль, обиды, вот знаете, как тени прошлого не дают двигаться вперёд. Вот здесь такая ситуация, да. Так, как высшие силы видят ваши отношения. Как высшие силы. Искупление. Карта искупления. Здесь вы должны искупить обиды, искупить свои грехи, да, вот эту подвешенную ситуацию, убрать, разобраться, из-за ограничений выйти здесь. Двойка кубков. Ну как они видят? Любовь видит вашу любовь. Смотрите, какая красивая карта, да. Любовь и боль. Десятка кубков. Как они видят ваши отношения? Ну как? Десятка кубков. Семьёй вас видят, да. У вас должна быть трансформация отношений. Карта смерти. Вы должны выйти из этих отношений, да, сделать выбор здесь. Здесь, как они видят ваши отношения, вам надо сделать выбор. Выбор какой? Либо прощать его, да, либо всё уже, да, подводить итоги и в новый, в этот, шагать, закрывать эту главу в жизни и идти в новый мир, да. Здесь именно трансформация. Спрашиваю, в чём? Здесь надо сделать выбор. Либо вы карта влюблённый, да, либо вы, как бы, здесь прилагаете усилия и переходите с ним в новый этап, да, двигаетесь по колеснице к новому. Либо вы просто, ну, имеется в виду, да, закрываете эту главу в жизни, закрываете, отпускаете эти все фантомные боли и идёте дальше. Здесь вот такая. Но для того, чтобы быть вместе, здесь однозначно нужна работа. Работа над отношениями. Тяжёлая, кропотливая работа. Десятка мечей сможете, вы просите его, не сможете. Здесь у каждого своё, да, здесь, может быть, кто-то уже не хочет ничего прощать. Уже просто вот эту карту мир, да, он уже как бы всё закрыл, уже идёт вперёд, а просто бывший вылазит у вас. Вот, поэтому здесь, как видят ваши отношения высшие силы, здесь вам надо сделать выбор. То есть они вам дают право выбора. Будете вы за него бороться, не будете, да, либо отпустите его. Здесь, здесь... Да, вы должны хорошенечко подумать. Вы должны хорошенечко подумать. Здесь весь иссязай, все против. Нужен вам этот мужчина, не нужен. На что вы готовы пойти ради него, на что вы не готовы пойти. Сможете ли вы его простить? Не сможете вы его простить, потому что здесь вот вам выбор. Дали некоторым людям просто не даётся выбор, да, а вам дали право выбора. Поэтому здесь вот, девочки, выбирайте. Вот такой вот получился расклад. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова